Я сегодня хочу начать вот этот отрывочек глав Туры. И сказал Якову Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле кананской, и благословил меня и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя вечно владением. А Бог обещает через Якова, и Яков это передает благословение Иосифу, до этого это благословение получил Яков от Ицхака, а Ицхак получил от Авраама. Это благословение о том, что Израиль будет жить в той земле, которую обещал им Господь Бог, в бывшей земле кананской, да, и он говорит, это будет земля потомству твоему после тебя вечное владение. То есть не просто там на время, а вот именно вечное владение. Вот у нас, например, землю мы не можем купить, да, мы можем, но она у нас арендная, вы должны понимать, да. Вот, например, у нас есть свой дом и своя земля, но она идет как, типа там на сто лет, да. А вот Израиля касательно, и смотрите, как даже мудро сделал Авраам, он знал это обетование, но Бог ему говорил, ты ходи, и он потом покупает что, когда умирает Сара? Кусочек земли купил. Все это уже было его владением. И вот если исторически смотреть, когда Израиль был изгнан уже, вот эти 2000 лет, когда было, и в 1800 каком-то году, многие израильцяне, когда начали постепенно приезжать в землю, которую называли Палестиной, да, на свою историческую родину, которую Бог обещал вечное владение, очень многие начали покупать просто участки земли и засталливать за собой. То есть это мой участок, все, я его как бы купил. И так потиху-потиху территория расширялась. И Бог обещает, что эта земля будет вечное владение. И тема, на которой сегодня хочу поговорить, открой, пожалуйста, там следующая картинка. Вот, и еще одна. Это Атани Израиля. Атани Израиля. Эта тема, кстати, я как-то листал, у меня там есть масса-масса всяких, я сохраняю тем разных. И вот Атани Израиля, эту тему я еще чуть-чуть переделал, да, говорил Борис Саул еще в 2008 году. То есть, представляете, 13 лет назад. Вот, это была тема, там был целый семинар, но я его чуть-чуть сужал и под нашу, да. Атани Израиля. И, вы знаете, он говорил свой пример, он говорит, в разных странах я сталкивался с очень странным представлением о том, как живут евреи, как живет Израиль. Некоторые думают, что это какой-то исторический реликвия, да, в пример другим народам, чтобы не повадно было. Почему? Потому что, когда мы читаем Библию, по сути, это вся, она рассказывает всю историю Израиля. И все говорят, вот смотрите, какие евреи, вот они такие, вот тут же все о них описано. Так я думаю, а вы почитайте свою историю, да, тоже много интересного найдете. Другие считают, что евреи каким-то мистическим образом связаны друг с другом и так далее. Многие считают, что еврейский народ противоречив и загадочен, как загадочно, почти как русская душа, да, есть такое сравнение. Но я помню давным-давно, когда мы как-то общались с одним пастором, очень мудрый человек, и когда у него спросил, а мы тогда тоже поверили, вот мы там бегали, у нас были другие видения, вот. И когда я спросил про Израиль, просто мне нравился вообще его взгляд на жизнь, его тема, его, как он жил, как вот он проповеди, слово читал, да. И когда я спросил про Израиль, меня поразил его ответ, он говорит, ты знаешь, это тайна. Я думаю, странно, что тут тайного? Ну вот меня этот ответ поразил. И вот, понимаете, для многих это остается какой-то тайным. Израиль до сих пор даже, да, какой-то остается чем-то таинственным. И многие в эту тему не хотят даже вступать ножками. И послание Риверинам считается вообще в теологии, что в этом послании собрана вся суть Нового Завета. Почему? Потому что Шауль говорил о общине, которую он не открывал, да, то есть не насаждал. Его там не было, да. И вот он пишет, но там уже была большая община, и он пишет им послание. И вот оно считается, что теологи говорят, что в этом послании собрана вся суть Нового Завета. Он там очень конкретно раскрывает и тему греха, мы знаем, да. И вот, кстати, он там очень много говорит об Израиле. Итак, мы откроем 25 стих, мы его не раз разбирали, но вот еще раз разберем. Ибо не хочу оставить вас, братцы, в неведении о тайне сей. То есть, он говорит, есть какая-то тайна, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И мы сейчас будем этот стих конкретно разбирать, и я еще в еврейский Новый Завет перевод открою там следующий. Я же, братцы, хочу, чтобы вы осознали истину, тут говорится тайна, но тут истина, которую Бог прежде хранил в тайне. А нет, та тайна, да. Но теперь открыл. То есть, была какая-то тайна, Бог, который открыл, хранил, и потом вот сейчас вот в Новозаветное время он открывает. Чтобы вы не думали, что знаете больше того, что есть на самом деле. Истину о том, что жестокосердие в какой-то мере нашло на Израиль до тех пор, пока не войдет полное число Гаим. И Ефесянам сейчас тоже этот стих открой, пожалуйста. В Ефесянах написано тоже о полноте. Написано, что Бот положил все к ногам Ишуа, сделал его главой в мессианском общине. А община является его телом, полным отображением того, кто наполняет собой все творение. То есть, говорится о том, что и община является его полнотой. В Божьих глазах Божья община является полнотой. Она полная, да, тоже полнота. И там, и там, и там. И что имеется в виду под полнотой? То есть, что она стала многонациональной. То есть, когда писал уже Шауль письмо о римлянам, она уже была многонациональной. Там были греки, римляне, и из других народов, и евреи там были, да. Вот она стала многонациональной. Но после IV века эта многонациональность, она стала на одну меньше. Оттуда убрали одну из важных частей. Мы об этом говорили, помните, о истине и правде. Эту тему Константин, когда церковь отрезала себя от еврейских корней, да. И вот эта полнота, она как бы очень сильно ушла. Ее до сих пор не хватает, хотя она постепенно возрождается. Вот. И эту истину не всегда понимали. И вот Шауль, он ее объясняет. Объясняет, и до сих пор не всегда ее все понимают. И в чем еще это была истина? Что ожидалось, что Израиль спасется прежде всех остальных народов. Почему? Потому что в том же послании римлянам, помните, он приводится, что у Израиля есть масса преимуществ. Да, во-первых, особенно еврею, помните, Евангелие должно бы говориться. О обетовании Божии они относились, касались Израиля, еврейского народа и так далее. Но вдруг Бог что-то делает неожиданно. Он что делает? Он делает язычников сонаследниками евреев. То есть, Новый Завет, эти заветы, которые были предназначены Израилю, Бог туда включает и язычников. Да, Новый Завет, мы повторяем, он не заключен с язычниками, заключен с Иудой и Израилем, с северным и южным коленом. И вот, кстати, я вот тоже задумался, помните, до сих пор не знают, где 10 колен Израиля. На самом деле их нету. Почему? Потому что в Новом Завете, когда вот даже современный Израиль, это Израиль двух колен. Это Израиль Иуды и Вениамина. И даже помните, апостол Павел, помните, о кем он себе пишет? Ну, три колена было, третье это было Левия, да, потому что были священники в то время. Но он пишет, что я из колена какого? Бен Ямина, да, Вениамина. Я был из колена Вениамина, было два колена, третье это было колено Левитов, но, помните, оно не претендовало на территорию Израиля. Они написали, что их удел был храм, да, и служение Господу Богу. Вот, и эта тайна до сих пор остается тоже, кстати, где потеряны 10 колен. Потому что если мы читаем книгу Неемии, Ездры, помните, там же перечислено вообще чуть ли не поименно, но там по племенам, кто пришел в новый второй раз после 70-летнего плена, приходит в основном кто? Племя те, кто жили в Вавилонском пленении, то есть племя Иуды и племя Вениамина, ну и, конечно же, левиты, священники пришли. Вот, и такая вот, я тоже сейчас просто читаю книгу, и там такие интересные размышления про 10 колен. И существует такая версия, я считаю, она неправильна, что все верующие из язычников, это вот эти 10 колен, потерянные 10 колен Израиля, то есть как бы Бог их призывает, потому что они евреи. Но я не верю в это, почему? Потому что тут написано конкретно язычники, да, то есть тут были и греки, и римляне, которые не относились к 10 коленам. Но, то есть Бог делает что-то все равно неожиданно, неожиданно. Он проявляет свою любовь ко всему человечеству, не только к евреям. Но, по сути, Бог и создавал Израиль для чего? Чтобы был свет, чтобы все народы, они могли познать Бога Израиля. И он заключает вначале Завет Савраамом, Ицхаком, Яковом, потом со всем обществом. И написано, цель и задача Израиля, она так и осталась, быть светом для других народов. То есть так принести Бога другим людям. Но мы видим, что Иешуа умирает абсолютно за всех людей. И Бог, желая, да, написано в послании Тимофея, желание Бога одно, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Все абсолютно люди. И что он тут говорит, что чтобы язычники, опять-таки он пишет, церкви Рима, которая состояла в основном из язычников в большинстве, да, чтобы вы не были мудрыми сами в себе, самонадеянными, да, не отделяясь от евреев, считая себя лучше, считая себя лучше. И на самом деле мы знаем, что были различные ереси, и до сих пор у некоторых есть, что Израиль отвергнут, а вместо них стали языческая церковь из язычников. То есть это не считается верным. И уже тогда Шауль, как бы, да, Бог через него предупреждал, не думайте о себе, что вы лучше, не мечтайте о себе, да. Да, почему? Потому что ожесточение произошло отчасти, в какой-то мере. И тут жестокосердие нашло на Израиль, проистекает его часть. Это вот если дословно перевод. Жестокосердие нашло на Израиль, на Израиль проистекает его часть. Но он говорит по смыслу, это неправильный перевод, да. Почему? Потому что, помните, написано, что Бог, он, как бы, ожесточил сердце фараона. Но что касается Израиля, Бог не ожесточал Израиль, как таковой. Бог, он видит будущее, да, ну, и поэтому, зная будущее, он поэтому вот так и сказал. Но, опять-таки, жестокосердие нашло не на часть Израиль, а на весь Израиль. А на весь Израиль. То есть туда входят мессианские евреи, не мессианские, да. То есть Шауль обращает внимание не на части, хотя он был, ну, как бы, в этой части он был не жестокосердным, правильно? То есть это не абсолютное жестокосердие, оно не абсолютное, потому что во все времена были евреи, которые, что они, они верили в Ишуа, они верили в Господа Бога и так далее. Они не были жестоковынными. Вот, но Бог смотрит всегда на целое, да. И поэтому вот так вот и пишется, и даже Шауль об этом говорит, и Шауль об этом пишет, хотя, мы знаем, во времена, когда был Шауль, мессианских евреев, то есть евреев, верующих в Ишуа, было больше ста тысяч. Вот, это было очень большое число. И еще тут есть интересный момент. Покуда не войдет полное число язычников? И я очень часто слышал и читал комментарии на этот стих, что войдет полное число, какое-то количество, все, потом дверь спасения закроется на замочек, щеколдочку там на небесах, и все, и ты уже не можешь никогда спастись. Как бы ты ни хотел, дверь закрыта, все. На самом деле тут говорится не об этом. Тут говорится о полноте народа. Вообще тут слово плерома, оно переводится в оригинале как полнота. Если у вас есть греческий подстрочник, вы можете прочитать. Там написано в плерома полнота, полнота, полнота тела, полнота и полнота. Тут больше говорится о народах, о народах. На данный момент, помните, Ишуа даже когда он пророчествует, он говорит, что когда радостная весть будет провозглашена по всей земле, то есть всем народам, всем народам, всем народам, и тогда настанет конец. Да, тогда настанет не конец Евангелия, тогда придет конец, тогда придет Ишуа. То есть его радостная весть распространится всем абсолютно народом. Вот это имеется в виду полное число, полнота. То есть когда о Боге будет рассказано всем, а там же люди будут каждый выбирать, во что ему верить. И помните в Откровении мы читаем, что Иоанн видит стоящую перед престолом массу людей. Он написан из всякого народа, колена, племени и языка. И они поклоняются Богу. То есть вот это вот полнота. Вот это и есть полнота. И в Луки 21-24, когда Ишов пророчествует о бедствиях в земле Израиля и там о суде над народами, он пишет, что когда Иерусалим будет попираем язычников, пока не исполнятся времена язычникам. И вот тут слово исполнить, оно однокоренное со словом плерома, полнота. И что значит войдет? Войдет это не, опять-таки, не подразумевается, вот вошли, закрылась дверь. Это процесс, да, то есть это вот такой процесс, который идет постоянно. Мы знаем, что Библия, она уже переведена больше, чем на две тысячи языков. И этот процесс идет до сих пор. Миссионеры едут в какие-то части света, в каких-то племена, и они достигают людей Евангелем, говорят им радостную весть. То есть это войдет полное число. Это не, это, то есть глагол такого действия, да, которое происходит на данный момент. На данный момент. То есть это большой масштабный процесс в истории. Вот, и тут приводится пример, как подобное возрождение или промышленная революция потребует довольно много времени. Открываем следующий стих. От их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Что Шауль говорит, что говорит, когда ожесточится Израиль, когда они упадут, да, это поспособствует спасению язычников. И язычники должны так спастись, чтобы свои веры возбудить в евреях ревность, и чтобы и те пришли снова к Богу. Смотрите, он говорит, если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Полнота их. То же самое полнота Плерома. И опять-таки... Очень часто люди, знаете, бывают, смотрят... Где? Верни назад стих, куда он ушел. Да, пусть будет. Знаете, очень часто люди смотрят на падение, да? Ну, то есть на отступничество евреев. А не на том, что они получили от их отпадения. То есть, Бог тут конкретно говорит, отпадение поспособствовало богатству, Евангелие начало приходить во все сферы, да, во все народы. Но он говорит дальше, что... А вы представьте, когда они начнут каяться, то есть насколько это будет полнота. И полноты нету, когда есть отпадение одних, а перешло к другим. Полнота есть, когда и те, и другие вернутся к Богу и выйти. Он в этом стихе и подчеркивает. То есть от их падения пришло спасение язычников. Но язычники должны поспособствовать, чтобы это спасение вернулось, вернуть назад, да, в еврейский народ. Почему? Потому что, говорит, если вы обогатились от их отпадения, то что же будет, когда они придут назад к Богу? Для примера. Самое большое пробуждение связано в мире, связано с еврейским народом. Вот если посмотреть, пробуждение начинается вот эти, на Азуза-стрит, вот эта вот такая Пятидесятница возрожденная, она начинается в 1800-м каком-то году, почти там ближе к 19-му веку. И потом наступает век 20-й, мы видим вообще очень сильное распространение Евангелия. И многие просто эти вещи не увязывают. Но в 1800-м году начинается возрождение сионистского движения и возрождение Израиля. Многие евреи поднимаются, там декларация Бальбурфа и так далее. И начинается вот именно движение Израиля, евреев в сторону Иерусалима. И духовное просыпается, и физическое. Я помню, на одной конференции мы были, и там брат один делился, он поднимал где-то архивы в Молдове, живет Равин, молдавской общины. И он делился, он смотрел по документам, и оказывается там в 1700-1800 году мессианских верующих, именно евреев, было больше, чем их сейчас. Он как-то так сопоставлял. Говорит, там было очень большое пробуждение. И это пробуждение поспособствовало росту христианской церкви. И в 20-й век, если взять, да, посмотреть, то вообще очень много-много было достигнуто людей. Очень много был подъем среди верующих, да, и масса-масса вот эти даже пробуждения на Зузастрит и так далее. Очень много, и даже подъем церквей в Америке в 1970-м году тоже связано именно с вот этим движением хиппи. Это было связано также с очень массой евреев, они попали под это движение, очень масса евреев поверили в Иешуа. И вот если посмотреть, то богатство язычников начало приходить в большей степени, когда начал просыпаться Израиль. И, ну, это очень четко можно увидеть. То есть, чем больше евреев приходят к вере Иешуа, тем больше это отражается как благословение на церковь. И также это значит, что бог возвращается в Израиль. Следующий стих давай откроем. Римлянам 11, глава 16. То есть, это все взаимосвязано. И вот это и тайна. Многие эту тайну до сих пор не могут понять. Чем больше евреев... Почему даже бог говорил, что благословляющий Аврам, он что? Благословен. Благословляющий Аврам, он благословен. И, кстати, тут в Телеграме, читая один чатик такой, ну, подписан, он там больше связан с событиями в мире, там, с этими заговорами, с тем, что происходит с вакцинацией, с этими QR-кодами. Ну, тоже интересно, но... И он верующий, он там пишет о себе. Вот, ну, я так понимаю, он иностранец, потому что он пишет с ошибками на русском языке и скрин делает на английском. И он там как-то сказал, что, ну, простите меня, я не совсем там хорошо владею русским языком. Ну, интересную работу он делает. Но я смотрю, он к Израилю так, ну, не знаю даже как к Израилю, но к евреям-то как-то он так везде как бы подчеркивает. Вот, смотрите, вот тут евреи, тут евреи. Как бы в негативном свете, он там взял политику, не политику, а кто сейчас в Белом доме, слушайте, столько евреев. Вы именно в этих, на должностях. Вот, Энтони Блинкин, там еще кто-то, это все евреи оказались. Я думаю, ну, слава Богу. Ну, если взять, в любой стране мира, в принципе, есть евреи на руководящих должностях. Но я думаю, ну, так в чем проблема? Ну, хороши или плохи, тоже зависит от человека, знаете, как... Я, да, и вот от того, что, да, и насколько человек праведен или неправеден. Поэтому тут можно на любого, знаете, тыкнуть пальцем, да, и поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. А с другой стороны, думаю, ну, видите, в любой стране есть евреи, которые, да, стремятся к чему-то достигают. Вот, а как это уже делать, это судит Господь Бог. И дальше он пишет, если начаток свят, то и целый, если корень свят, то и ветви. Вообще, метафора маслины, она очень четко соединяется с Израилем, да, и в гербе, да, есть маслина израильская. Вот, но, и она тоже в этой главе еще, эта маслина прослеживается потом дальше. Но тут есть еще одна метафора, связанная с начатком. И маслина там тоже есть про корень. Если начаток свят, то и целый, если корень свят, то и ветви. И дальше он говорит про халу, про халу, булочку плетеную, вот она, у нас она не плетеная. Что, плетеных булочек не продают, да, халу? Иногда. Иногда, ну, видите, либо надо самим, либо надо самим испекать нам халы, либо, ну, покупают. Есть в магазине, бывает хала, да, так и называется, но плетеную. А резко очень бывает, или даже именно халу. Да, вот давайте мы откроем свою пекарню, будем печь халы, и вот будем печь их именно плетеные. Вот, и он говорит о том, что в числах написано, если хала, приносимая в качестве первого плода, свята, то свята и вся булка. Что такое хала, что такое первый плод? Вот, раньше, когда делали замес теста, то от него отрывали кусочек, от этого замеса, теста большого, и первую булку внесли в храм. Это было для освящения. Помните, у священников всегда должны были быть хлебы-предложения. Каждый день их меняли, то есть испекали из замеса теста, его приносили в храм. И когда был первый сбор зерна, приносили сноп, и приносили с этого первого помола муки булку. И вот она была первая, и вот она была святая. И вот от этого уже считалось, когда она освящалась в храме, все тесто, оно тоже было свято. Вот тут и пишется, куда ты убираешь? Вот тут и пишется, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. И вот то же самое и с халой, да, первый плод. Вот от него, то есть от большого замеса, ну кто хозяйки понимает, да? Вы же не сразу все тесто делаете, а какое-то частое, потом остается. То же самое, вот если этот свят, то и все остальное, оно свято. Да, то есть свят, это значит она кошерная, его можно кушать. Вот, и есть целый трактат хала в Талмуде, где обсуждается вообще вот эта процедура. Вот. И корень свят, то и ветви святы. Почему ветви святы? Они связаны с корнем и соком. И вопрос, что за корень вообще имеет шаоль в виду? Что это за корень? Три варианта ответа. Первое. Это верующий остаток Израиля, который является истинным Израилем. То есть мессианские евреи. Первое, да? То есть те евреи, которые, помните, шаоль говорит, что истинные евреи, не только кто обрезан, но и кого обрезано сердце. Это Моша еще об этом говорил. То есть первое. Вариант ответа это верующий остаток Израиля. Мессианские евреи. Второе. Это Авраам и патриархи. Авраам и патриархи. И третий ответ это Мессия Ишуа, единственный, кто делает Израиль святым. Какой ответ? Правильно. Третий. Вот. Отцы церкви предпочитают третий вариант. Но эта идея стала популярна в церкви по причине тенденции лишать евреев статуса Божьего народа, корни и перо плода веры. На самом деле все Писание, и дальше там идет с корнем маслины связывается, да? Говорится вообще-то о Авраама, Ицхаке и Иакова. И по контексту это тоже правильно. Почему? Потому что Бог обещал народы кому? Аврааму, потом Ицхаку и Иакову. И он говорит, благодаря вере Твоей не только спасется, да, будет из Израиля, но придет благословение на все народы. Так вот, корень и Ишуа, он кто, корень чей? Корень Иесеев. Корень Иесеев. Корень Иесеев, да? От Иесея или корень Давидов. Он вообще в Писании Ишуа очень часто связан с ростком, но не с корнем. Написано, да, вот даже есть, Ишуа камень, который отвергнули строители. Но камень ложился где? Он же ложился на основании. Если нет основания, то куда бы ты его не положил, да, ну, что с ним будет? Ишуа написано, краеугольный камень, камень, на котором строится весь дом, но этот дом строит на фундаменте. А вот фундамент, это есть верность Авраама, Ицхака и Якова, патриархов. Вот. И поэтому Шаоль имеет в виду, что корень святой, это вот этот вот остаток. Почему даже маслина, вот эта потомка говорится, на которой ветви, да, он говорит, это маслина натуральная. А язычники, это маслина дикая, которая привита на маслине, которая является натуральной маслиной. Так вот, корни этой маслины, это Авраам, Ицхак и Яков. И именно Бог Аврааму дает, открою там следующий стих. Если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные прививаются к своей маслине. Очень четко, да. Если ты отсечен от дикой, то есть, что Бог такую, Шауль проводит пример, да. Ну, маслина же, это мы, я не знаю, как маслина выглядит, ну, там, на рисунке, на фотке видел, а так нет. Маслина это дерево, которое стоит по 2000 лет, да, есть очень такое серьезное дерево, у него очень глубокие корни. И говорят, в Израиле до сих пор есть маслины, которые времен Ишуа, вот. Поэтому, ну... Есть такие книжки подходить или... Да, они охраняются. Ободрались в них очень много коры, все хотели это самое. Я хотела пройти к ним, но сказали, нет, смотри, фотографируйте на расстоянии. И они вот так... Ну, правильно, охраняются государством, потому что, да, все желающие могут ободрать кору. Да, потом это же сок потеряют. И Бог говорит, если ты отсечен под дикой и привит к... И кто знаком, вы знаете, как трудно прививать деревья, да? Надо отрезать, прививать, обматывать там чем-то изолентой и так далее, клеить. Это очень тяжелый процесс. И может привиться, а может и нет. А оригинально растет у меня груша, я ее там рублю-рублю, рублю-рублю. Она снова растет и растет. Это же, ну, натурально, да? Им там легко это все делать, да. Вот. И поэтому он говорит, если ты отсечен и не по природе привился, то тем более эти природные прививаются к своей маслине. Илья, ты куда? Ты уже уходишь? Свет, сядь там, пару еще надо нажаться. И на кнопочку на следующий нажимание. Итак, Дэвид Вилкерсон, это очень известный проповедник, он уже, нет его с нами. Он интересную вещь сказал. Иисус приходил для погибших в доме Израиля. Но последние 2000 лет церковь упорно об этом забывала. То есть это говорит Дэвид Вилкерсон, уже давно об этом. Сегодня эта забывчивость может и очень дорого обойтись. Пора вспомнить, что корень, кто корень, а кто ветвий. И кто кому более послужить должен. Если Бог из-за язычников отложил спасение Израиля на 2000 лет, и эти 2000 лет евреи страдали за нас, ожидая, чтобы спасение Божие досталось у всей полоте и нам, то не должна ли церковь сегодня претерпеть все ради второй части Божьего плана? Спасение Израиля. Интересно, он так еще давно сказал. Да, и мы видим, что по сути пока это никуда не двигается. Заповедь, которую исполнял Шауль и говорил, что должны делать все последователи, во-первых, Евангелие евреи, до сих пор остается с большего взобвения. И следующее, открывай, да. Римлянам 12.3, там написано, не думайте о себе более, нежели должно думать. Итак, римлянам следующее, 11. Я, как апостол и язычников, Шауль говорит о себе, да, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность родников моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? И мы помните, он говорил, что он готов был отречься от Ешуа ради спасения своего народа. Кто сейчас так ревнует? Да, вот вопрос. И помните, Шауль говорил, для неевреев я был как нееврей, впрочем, оставался верным Торе. То есть, для каждого он старался найти подход. И вопрос, делает ли эта церковь для евреев такой подход? Я скажу, что в большом случае нет, потому что я этому свидетель. Вот, и на самом деле Бог говорит, да, не думайте о себе, вы более чем должны думать. И, к сожалению, до сих пор это происходит. Но, все равно Израиль восстанавливается, мессианские общины восстанавливаются. Но есть другая проблема. Опять-таки, на основании вот этих стихов войдет полное число Израиля. Многие говорят, что Бог сам спасет Израиль. И поэтому мы не будем сильно утруждать себя Евангелию, евангелизировать Израиль, евангелизировать евреев. То есть, время еще не настало. На самом деле, мы уже живем в этом последнем времени. Конечно, если смотреть, как Писание говорит, что весь Израиль однажды будет спасен. Помните, все увидят Иешуа, напишут, все колена, все колена Израиля, 12 колен, возрыдают о том, кого пронзили, и придет в спасение. И это, вот если читать Писание, конечно же, это будет действие Духа Святого, сверхъестественного. Но это не отменяет того, что нужно говорить о, говорить Евангелие. Да, написано, что однажды это будет такой сверхъестественный процесс. Но, опять-таки, это не отменяет того, что в Евангелие нужно, во-первых, внести евреям. Откроет нам следующее что-то написано. И еще. Ладно, это стану. Пинхас Лапит, еврейский ученый, который прекрасно знал Еврейский Новый Завет, он сказал, это было написано в голландской газете, «Вы, христиане, использовали все, чтобы обратить нас в свою веру. Погромы, обязательное крещение, инквизицию и в последние годы экуменические службы. Однако, единственное оружие, которое Павел разрешил вам использовать, это возбуждение нашей ревности. Вы еще ни разу в этом не преуспели. Поэтому, церковь, знаете, вот эта тайна, до сих пор, вроде бы, она уже раскрыта, но она до сих пор остается тайной для многим. И есть куда стремиться, возбуждение ревности, возбуждение ревности, да. Ибо, если отвержение их примирения мира, то что будет принять, как не жизнь из мертвых? Мы уже сегодня, да, говорили, что через отвержение пришло примирение. И через принятие евреями своего Машеха это будет, да, как жизнь из мертвых. То есть это будет воскрешение. И мы читаем в книге «Изекииль», помните, «Изекииль видит кости, кости срастаются, и потом он видит Израиль. Вот, поэтому нельзя монополизировать звание Божьего народа. Нельзя отделять себя от Израиля. Бог приготовил что-то очень действительно большое для всей церкви, но оно входит, есть такая небольшая часть, да, это Израиль. То есть если посмотреть на карте мира, вот все, спросить там любой, да, ну все будут знать Америку, все будут знать Китай, Индию, да, ну большинство людей. И все будут знать Израиль. Маленький Израиль, если посмотреть, он всегда есть во всех новостях. Маленькая, вот если на карте его даже не видно. Он даже на карте не такой кусочек, вот такой вот кусочек маленький. И обычно на карте мира Израиль обозначен циферкой, потому что он маленький. Циферкой там какой-то. Вот у меня карта мира, и там Израиль не написан. Там какая-то циферка стоит, и там Ближний Восток, есть маленькие страны, и там написан Израиль. Но все страны знают, кто такое Израиль, да, что такое Израиль. И поэтому мы должны жаждать, чтобы Израиль возвращался к Богу. Возвращался к Богу. Последняя пара местописаний. Это обетование, которое Бог дал Израилю. Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народа над тобою, воссияет Господь, и слава его явится над тобою. Это и относится ко временам будущим. Они еще не настали. И помните, тут интересно такое, если посмотреть это пророчество, оно соотносится с тем, что было во время казни египетских. Помните, тьма была над Египтом, а свет был в Израиле, когда было три дня тьмы. И он говорит, что слава Господня, она явится над тобою. И что написано? И придут народы к свету твоему, цари, к восходящему над тобою сияни. Сейчас мы видим, не сильно народы стремятся, особенно, когда смотришь там голосование по ООН, да, как странно голосуют многие против Израиля, все время там резолюции эти включают и так далее. Написано, что будет время, когда народы, они придут к свету твоему и цари, к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Это еще время не наступило, но мы живем вот в это последнее время. Альхан бен Абрахам, мессианский еврей, он так сказал такую вещь. Мы в поезде на пути из Рима в Ирушалае. Мы все вышли в Вормсе. Но я надеюсь, что вы не выбросили свой билет, потому что Вормс не последняя остановка. Он говорит о реформации. Вормс, это переводится как реформация. То есть он пишет и говорит, что мы едем из Рима, из Рима, о чем мы сегодня говорили, да, послание римской церкви, в Ирушалае. И все остановились на пути в реформации. Произошла реформация, обновление. Но он говорит, билеты вы не должны выбрасывать, потому что наша остановка, конечно, это не реформация. Но последняя остановка мы должны продолжить следовать в поезде до Иерусалима. До Иерусалима. И еще два последних местописания. Опять-таки пророчество Исаии. Исаии. Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут перед лицом Моим. Бог обещает, помните, в откровении, новое небо, новую землю и новый что? Иерусалим. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Бог говорит, как вот новое имя, так и Израиль. Это описывается. Израиль будет всегда перед лицом Моим. И дальше он пишет, что будет интересная вещь из месяца в месяц, из субботы. В субботу будет приходить всякая плоть перед лицом Моим на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня. Ибо щель их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. И мы начали эту главу, эту тему главы, в этой главе Туры, да, которая, если есть, заканчиваем тоже, откроем там стих. То же самое. Не отойдет скипетр от Иуды. Не отойдет скипетр-то власть. Власть. У царя был скипетр, помните, кого он показывал, да? Скипетр от Иуды. И законодатель отчлесла его. Левость колена Иуды, это Ишуа, да? Но колено чьё? Иуды. Доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе ослёнка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослица своей. Моет в вине одежду своей, в крови гроздов одеяние своё. И тут интересно, да, это то, что говорил, это пророчество, о котором говорил Яков, Иуде пророчествовал, да, или пророчествовал Израиль Иуде, своему сыну. И он говорит, что придет примиритель. Примиритель пришел? Ну, пришел. А покорность народов пришла? Нет. Но однажды придет покорность народов. Но сейчас масса верующих, они поклоняются и покорны примирителю, Господу Богу, а не покорны Ишуа. Но однажды это придет на все народы, на все народы. Как мы читали, да, что будут приходить из шабата в шабат и поклоняться Господу Богу, и приходить будет именно в Израиль. Поэтому пускай Господь благословит нас, чтобы эта тайна Израиля, она не была ни для кого тайной, да. Бог эту тайну открыл, но, к сожалению, по разным, в силу разных причин, эта тайна до сих пор все-таки, она и живет, и остается. И поэтому наша задача, это об этой тайне говорить и распространять эту тайну. Амин. Амин.